Он способен укротить дерево и вдохнуть в него жизнь. Дмитрий Непанов 10 лет назад начал реанимировать старинное ремесло – бондарство. В его руках даже суровый дуб приобретает нужную форму. Как появляются на свет бочки и кадушки, узнала Юлия Комкина и участники мастер-класса, который прошел в Центре народного творчества «Русь». Такую бочку никакой ложкой дегтя не испортишь. В руках Дмитрия Непанова надежный дуб становится податливым и пластичным. Дерево мастер сушит три года и только тогда берется за дело. Дерево – живой материал. Его невозможно просто взять и из металла вырезать одинаковые заготовки. Его ведет, надо подтачивать, надо там делать. Это все равно искусство. Дуб есть дуб. Очень благодарный материал. С ним приятно работать. И бочки получаются, но они выхаживают до 40 лет при правильном уходе. Ну а из другого материала. Ну не то и то. Дощечки называются клепками. Как детали конструктора, бондарь собирает их воедино, подчиняя законам геометрии. А потом готовый остов обнимает стальным кольцом. И, наконец, донышко готово. Качество бочки, в данном случае кадушки, проверяется несколькими способами. Например, на свет. Не должно быть никаких пробелов. Либо другой способ. На звук постучать по донышку. Звонка. Значит, работа выполнена. Хорошо. Только вот сразу добиться полной герметичности изделия редко когда получается. На помощь приходит вода. Дерево разбухает, заполняя даже микрощели. Никакого лака. Иногда бочка покрывается лишь льняным маслом. Так что такая посуда экологически чистая. Бочки нужны там, например, для вина или для чего? Или для вани. Бочки тоже есть. Бочка, жбан, кадушка выполнены без сучка и без задоринки. Каждая дощечка впитала в себя позитивные эмоции мастера, тепло его рук. И пока есть люди, способные оживить дерево, старинное ремесло не угаснет. Юлия Комкина, Антон Латышев, Телеканал СЕЙ. Юлия Комкина.